Высокие бордюры, резкие переходы между старым и новым слоем асфальта, к работе подрядчиков по ремонту дорог с каждым днем замечаний все больше. А вот ответа или реакции на них практически никакой. Уже несколько предписаний по качеству проведенных работ отправлено в администрацию и от ГИБДД, и от активистов Общероссийского народного фронта. Но проблемы так и остаются на своем месте. Сегодня директор дорожной и парковой инфраструктуры Евгений Лунев рассказал, есть ли у него претензии к дорожникам. Напомним, на этой неделе активисты Общероссийского народного фронта вместе с журналистами выезжали на Октябрьский проспект. Там на пешеходных переходах и остановках были установлены настолько высокие бордюры, что маломобильным гражданам с трудом удается их преодолеть. Кроме того, в местах, где велись работы, остались глубокие ямы. Главный дорожник города заявил, что о ситуации знает и поставил подрядчикам очень лояльные, по его мнению, сроки на устранение дефектов. Замечания и предписания мы все выдали. Соответственно, безбарьерная среда должна быть обеспечена. Подрядная организация сейчас, соответственно, рассчитывает графики. В течение июля мы все мероприятия закончим, планы у нас такие. Кроме того, Евгений Лунев рассказал, что кировчане жалуются и на резкие переходы между новыми слоями асфальта и старым покрытием. Главный дорожник заявил, что рабочие со временем все исправят. Также Лунев упомянул про одиночные аварийные ямы в городе. Такие встречаются на перекрестке Московской и проспекте строителей, на Карла Маркса и других улицах. На них в бюджете денег нет, но Лунев пообещал что-то с этим сделать.